привет голосочек как у птички певчи приехал в общем на фазенду ребят временно стало собрать яхотки так скажем с кустов но этим поговорка есть про яхотки вот не помню смотрите тут сижу прям сейчас главное не придут хрен знает сколько все позрело все позрело капуста брокколи капуста брокколи вот завязалась сейчас я решил немножечко прорядить кусты как говорится да сейчас я вам покажу вообще принципе что есть что я вот с собой ребят нож взял нож взял самое главное ножик так значит смотрим что тут у нас есть ну во первых тут у нас ничего ничего водка и капуста смотрите маленький коченок а пока резать мы не будем это еще слабенький давайте пройдемся посмотрите кстати тоже капуста так какая-то капуста посадил не знаю кто если знает что в комментариях пишите что за капуста ну вот она короче пока что вот так вызрела она типа типа брокколи ребят только на фиолетовая я все понял сам так перейдем собственно говоря брокколи вот он наш первый брокколи ну хорошие так думаю да узрел смотрите вот еще брокколи там еще брокколи там еще еще и еще так сейчас мы поставим все буду зарезать ребят урожай тут смотрите перчик есть он уже такой правда почему тут как бы вялый вообще хрень дичь дичь но подрежем потом пущу его на этот на какой-нибудь там не знаю там ничего буду ну переработаю сейчас нам сначала нам брокколи подсрезать какой пахнет капусты пахнет ребят капустой чего тебе два брокколи три капусты вот какая гляньте у капуста капуста вызрела кочаны можно дарить кому так смотрите три капусты срезал я реально ребят не знаю если кто разбирается дайте совет сейчас покажу что хочу спросить у вас вот остались маленькие капусты что это означает еще вылезет или было к этому кочану и резать качан не надо было вот это я конечно не понял ну ладно срезана сделано давайте пройдем дальше тут еще мама дорогая джунгли о вон то уже все цветет то по-любому срезать но но это же цветки пошли это все это стопудово так сейчас я сейчас я аккуратненько камеру положу ну капуста капуста ребят вызрела а всеми там не верили писали что не получится у тебя не получится еще как получилось капуста получилось капустки дальше соберем эти помидоры а что там чего ты на камеру смотришь смотрим киросу брокколи с тобой вызрели холодно ну прячься до ума помидоры помидоры вот они что будем собирать с тобой все сохнут блин сохнут чуть-чуть подсобрал сейчас собственно говоря вот эти буду вот сорт хороший черные такие сладкие конечно очень черные зеленые еще ребят я думал что вызрели на ну вот хороший и джетти черри черри ребят кто помидоры что за помидоры ну иди сюда будем с собой собирать помидоров конечно много но много пропало все на земле все гниет ребят это фиаско надо все знаете что сделать сейчас буду зеленые собирать я потому что знаю между прочим а ну ты не стой там не зачем тебе ходить я ребята значит узнаем если на то что помидоры зеленые я знаю рецепт когда можно закрывать зеленые помидоры правда не очень прихотливые но все же как бы если постараться то ничего не там не взорвутся просто волокий прям с куста все красота такие большие у меня вызрели это это я посадил хурма сорт хурма хурма сорвем пофиг сорвем пропадут иначе черри полно конечно все помидоры давай давай танюш меня собирать под помидоры работа куча и доры собрать дома закрывать еще надо какие вот как сливка соберу ее руки помыл собрал сейчас покажу сколько повышло в итоге у меня харчишка ребят но это знаете так предварительно еще собрал помидоров еще много но я дело в том что решил оборвать зеленый помидор потому что уже лежат на земле начинают преть начинают нас чернеть помидоры как у вас в областях напишите в комментариях собственно говоря знаете вот много короче было минусов того почему я решил помидоры зеленые оборвать плюс на этих бы и гниют и на земле лежат и чернеют и все прочее поэтому ребятки я вам покажу собственно говоря сколько я всего набрал значит тут у меня как бы красные помидоры брокколи значит вот пакет смотрите пакет зеленых еще пакет один зеленых крупных пакет перцев но тут вы знаете тут покрупнее сорт такие под одеялку положу их они будут лежать и дойдут а вот здесь поменьше тут разные вот такие сливки вот такие будут чесноком начинять должно получиться хорошо ну и перец ведь какой вообще шоет как вата мягкий до безобразия ну и этот перец мы с вами собственно говоря обработаем где наш не пропадала все так что вот так что хочу сказать в целом все хорошо конечно ну вот а знаете вот за это вот канитель всем посадили сайта потратили моносимина сколько мы потратили тот самый бензин труд и все прочее я была же приеду ребят на рынок и ку все это куплю в один днем или в 2 2 выходных свое конечно хорошо аду хорошо хорошо да но знаете перед жухлой я все на по рынке взял во красничий поэтому поэтому собственно говоря как так все очень будем с вами прощаться сейчас едем домой будем обрабатывать это все еще капуста сквозь но вот это я не буду пока и врезать она вроде бы такая видите хорошая на то же время еще вот отсюда лезут может он как тут так вот такая как бы но вот так вот обрастет такая станет большая как моя репа но это не точно adios подписываемся братва